Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороганны в ближайшие полчаса о главных событиях недели. Одной из главных тем этой недели стало избиение инвалида, когда один неравнодушный решил вступиться за ребенка, а отец этого ребенка среагировал, мягко говоря, агрессивно. На сегодняшний день дело перешло в суд. Сторона пострадавшей и нападавшей накануне встретились с научной ставки. Дмитрий Дроздов напомнит о том, как началась эта история и к чему может привести неконтролируемая эмоция. Вечер выходного, 19.30, магазин Первомайский. Здесь неравнодушие барнаульца обернулось против него же. Мужчину избили и избили с жестокостью. И за всем этим наблюдал маленький ребенок. Горожане активно обсуждают этот инцидент, который произошел на этом месте. Когда один мужчина вступился за ребенка, на которого кричал предположительно его отец и пострадал от его агрессии. У мужа была первая мысль, что это, возможно, ребенок что-то стащил. И, ну, как бы, все знаем по роликам из интернета, что продавцы любят воспитывать детей. Но все оказалось намного хуже. Александр, велосипедист, услышал, как житель краевой столицы кричал на ребенка. И остановился узнать, кем он приходится мальчику. Оказалось, отцом. Папу вывела из себя просьба купить мороженого, рассказывает Алина. Вот Александр отъезжает в сторону. Он решил вызвать полицию. Но мужчину уже разозлило такое беспокойство незнакомца. Словесное нападение переросло в физическое. Среагировать велосипедист не мог. На одной ноге у него протез. Движения скованы. В итоге Александра жестоко избивали на глазах у мальчика и прохожих. Гематомы не просто как бы синячок, а внутренние гематомы, где кровоизлияние прошло внутрь. То есть нам в больнице сказали, что они просто так не пройдут. Нужно обратиться к хирургу для физиолечения. Если это не поможет, то это будут вскрывать. Также у нас проблемы с глазом. Глаз затек. Происшествие разлетелось по сети. Одни подбадривают Александра. И даже хотят собрать деньги ему на протез. Чем смущает мужчину. Другие уверены, прошел бы мимо, не пострадал бы. Мы сами имеем 9-летнего ребенка. Муж с трепетом относится. У нас в доме не позволено такого. Как можно было пройти домой, видеть, что ребенок орет, прийти и лечь спать. А потом в новостях какие-нибудь страсти увидеть. Я не знаю, нормальный человек бы никогда не пришел. Не только мой муж. Он не считает это героическим или как-то еще. Но это в порядке вещей. В последнее время мы все чаще слышим, детские преступления можно было предотвратить, если бы прохожие банально обратили внимание на плачущего ребенка или ребенка, которого тащат. С этой точки зрения пострадавший барнаулист все сделал правильно. То, чем обернется его неравнодушие, он не мог предположить. Но готовы ли остальные отреагировать на подобное? Я бы попросил повежливость. Все-таки ребенок. Зачем ругаться? Все-таки лучше остановиться. Я не уверен, что я бы физически как-то повлиял на это, но попросил бы остановиться. Может, привлек бы кого-нибудь со стороны, чтобы не один был. Начал бы кричать. Не знаю, может быть, подошел бы. Если ребенок орет, то понятно, что нам надо помочь. Но в этой истории даже оттащить напавшего прохожие кинулись не сразу. Поговорить с Александром не удалось. Такое внимание он считает излишним. Наказать виновника – идея его супруги. Алина сама методом перебора квартиры в том районе нашла мужчину, избившего ее мужа. Тогда она написала заявление в полицию. Если просто побои, не причинившие вред здоровью, статья 116, там много альтернативных видов наказания, начиная от штрафов, исправительных работ, возможно, там причинение вреда средней тяжести, там до трех лет лишения свободы. Ну, если действительно серьезные повреждения по признакам опасных для жизни и здоровья человека, статья 111, часть 1, например, надо до 8 лет лишения свободы предусматривать. История получила большую огласку. На семью вышли и федеральные СМИ. Спустя пару дней краевой следком возбудил уголовное дело по двум статьям. 116-я – побои и 156-я – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В пятницу стороны встретились на очной ставке, где нарушитель спокойствия просил прощения и предлагал компенсацию, сообщила нам Алина. Но забирать заявления пострадавший не собирается. Добавим, что мужчина, который заступился за ребенка, уже чувствует себя намного лучше. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Масштабный ремонт завершился на проблемной ТЭЦ в Яровом. Как отмечают власти города, это первая крупная работа на объекте за последние десятилетия. В этом году на обновление станции потратили порядка 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще почти полтора миллиарда ушло на подготовку к текущему отобетенному сезону. Как теперь работает ТЭЦ и стало ли теплее в домах, узнавала Нара Шагирова. Последние три года для Яровской ТЭЦ, как и для периодически замерзающих горожан, были самыми напряженными. Котлы выходили из строя, температура в домах и на соцобъектах падала. Станция провела два года с 2019 по 2021 в режиме чрезвычайной ситуации, после в режиме повышенной готовности. Это было связано с тем, что станция находилась в плачевном состоянии. То есть в любой момент могла возникнуть чрезвычайная ситуация, то есть поломка станции. То есть мы как бы были на волосе. Устранять проблемы власти взялись уже после того, как станция перешла из частных рук к муниципалитету. Так весной этого года чиновники заявили о масштабном ремонте. В марте поочередно принялись чинить котлы. Сначала десятый, затем седьмой, после девятый. Одновременно отремонтировать их не смогли, так как один из них работал и давал яровчанам горячую воду. На эти работы власти затратили порядка 200 миллионов рублей. На сегодняшний день все они у нас в работоспособном состоянии находятся. Сегодня мы работаем на девятом котле и седьмой и десятый котел у нас находятся в резерве. Помимо этого мы также провели за счет краевых средств ремонт теплосетей порядка 1,9 километров. Впрочем, тепло в домах, хотя и до зимних морозов еще далеко, жители уже ощутили. Тепло. А было в прошлом году как? Было временами холодно. В прошлом году было, да, моментами холодновато. Но, собственно, я тоже, я бы не сказала, что мы прям вообще замерзали, прям замерзали. Но было холодновато. В этом году на подготовку Ярового к зиме правительство региона выделило почти полтора миллиарда рублей. В основном, как замечают городские власти, они ушли на закупку угля. И в этом году его здесь рекордное количество – почти 66 тысяч тонн. А значит, топлива хватит до конца марта. Однако при всех видимых переменах паспорт готовности к отопительному сезону город так и не получил. У Ростехнадзора выявлены ряд замечаний, которые сложно устранить без полностью остановки ТЭЦ. То есть есть такие замечания, которые для того, чтобы устранить, нужно остановить полностью ТЭЦ. Но мы не можем этого сделать, потому как от работы ТЭЦ у нас зависят еще и промышленные предприятия, это химические заводы, другие субподрядные у нас организации. И хотя ремонт на станции уже завершен, в следующем году власти планируют увеличивать надежность станции и строить четвертый котел, который будет запасным. В то же время здесь уже работают над появлением новой блочной модульной котельной. Сейчас этот вопрос на стадии сбора нужных документов. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Почти на 40% упал спрос на ипотечные кредиты в Барнауле в сравнении с прошлым годом. Такие данные нашему телеканалу озвучили представители банковской сферы. Они также заверили, что интерес к недвижимости рухнул не столько из-за объявленной в сентябре частичной мобилизации, сколько из-за специальной военной операции в целом. Подробнее о том, какое жилье сейчас пользуется спросом и стоит ли тянуть с покупкой квартиры, расскажет Валентина Аскерова. Отметить новоселье этой осенью смогли не все. После объявления частичной мобилизации рынок среагировал мгновенно. Застройщики жаловались, что банки не дают ипотечный кредит мужчинам призывного возраста. Спустя два месяца паника спала. Есть ряд банков, это в основном частные банки, которые в принципе приостанавливали свою деятельность по выдаче ипотеки. Но это связано, наверное, не только с конкретной мобилизацией, а это связано с более, так скажем, экономическими факторами. Ну, банки, у которых свой частный капитал, они очень зависимы от рынка, от многих факторов. И просто они не знали, так скажем, под какие условия выдавать эту ипотеку. Ну, немножко была пауза. Сейчас все работает в штатном режиме, говорят в банке. Но самих желающих поубавилось, если сравнивать с октябрем прошлого года на 20% выданных ипотек. А если брать более протяженный промежуток, то цифры следующие. Если, опять же, сравнивать с периодом аналогичным, в 2021 году за 10 месяцев мы получили меньше заявок в 2022 году. По отношению к 2021 году порядка меньше, чем на 40%. То есть, да, ну, это, как я повторил, связано в целом со спецоперацией, связано с мобилизацией в том числе. Но новые высотки все растут. Вот только сейчас они не популярны. Горожане смотрят на вторичку и загородную недвижимость. Люди смотрят на то, чтобы уже взять готовое, и можно было заехать и жить, не неся при этом рисков какого-то ожидания. Если посмотреть отчеты Министерства строительства Алтайского края, то там, как сообщающиеся сосуды, сейчас спрос перераспределяется непосредственно в сторону малоэтажного жилья. На сегодняшний день есть спрос, но далее мы наблюдаем уже ожидания. То есть, люди смотрят недвижимость, но, тем не менее, предпочитают пока подождать и присмотреть варианты более выгодные. Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость? Вот ваше мнение. Время или нет? Я думаю, нет. Я думаю, что нет. А я думаю, да. Почему? Ну, недвижимость у нас стоит и стоит, а деньги сегодня есть, завтра их нет. Деньги нужно на другое сейчас, более важное. По данным Краевого Минстроя, в этом году на Алтае появилось больше 800 тысяч новых квадратных метров жилья. Это почти 11 тысяч квартир. Плюс, по данным риэлторов, сегодня в Барнауле простаивает 3600 квартир вторичного жилья. Выбор огромен. Но в последнее время жители смотрят жилье не только в край, но и за его пределами. И этому есть причина. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в новостройках, судя по данным интернете, в разных городах примерно одинаковая. В Барнауле больше трех миллионов рублей, в Новосибирске те же три, в Москве пять миллионов, в Санкт-Петербурге три миллиона. Покупка квартир за пределами города Барнаула – это Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Получается, что платеж в месяц 25-30 тысяч рублей, и человек может приобрести квартиру в Москве. А в Санкт-Петербурге цены ниже, чем в Москве. По словам экспертов, пока нет причин ни к понижению, ни к повышению стоимости квартир в Барнауле. А еще они уверены, что если кто-то хочет решить свой жилищный вопрос, то нужно действовать и покупать. Но в инвестиционных целях скупать жилье сейчас не советуют. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Засматриваются и довольно активно жители края и на жилье за границей. На этой неделе в Барнауле прошла первая встреча наших риэлторов и представителей турецких застройщиков. И кажется, эти предложения выходят на новый уровень. Хотя, по словам директора одного из агентств недвижимости Татьяны Зинченко, барнаульцы неравнодушны квартирам в Турции уже пять лет. Наши покупают жилье в Стамбуле, Алании, Анталии. Моя коллега Ирина Корчагина побеседовала с Татьяной о будущем алтайско-турецкого рынка недвижимости. Татьяна, почему мы вообще сегодня в Барнауле вдруг говорим о покупке квартир в Турции? Интерес наших именно алтайских граждан в Турции был всегда высок. У нас море далеко. Турция, побережье, это не наш Сочи. Там можно 10 месяцев в году купаться в теплом море. Ну и при сравнительно невысокой стоимости. С последними событиями с февраля этого года спрос удвоился. Это связано с тем, что люди просто переехали туда на постоянное место жительства. Сейчас у нас активный спрос на ВНЖ, на гражданство. До 1 июня этого года еще гражданство можно было получить за 250 тысяч евро, долларов. Сейчас уже 400 тысяч долларов. С сентября мы видим колоссальный рост. Особенно мужское население переезжает. Переезжают такие города, как Алания, Анталия, Мерсин, Стамбул, Бодрум, Сиде. Вот эти города мы сейчас активно-активно-активно переселяем. Ну и переезжают, конечно, те наши граждане, которые работают на удаленной работе. Те, кто занимаются сферой услуг. Экономически сейчас очень интересно работать именно с Турцией. У нас продолжается безвизовый въезд в страну. Ну как безвизовый? Нет, ну конечно, визовый. А в любом случае это не шенген. И едут туда в том числе для увеличения товарооборота. Если сравнивать покупку квартиры в Барнауле и в Турции, где выгоднее покупать? Какой интересный вопрос. Ну смотрите, в прошлом году, в апреле месяце, я сама лично себе купила квартиру. Стоимость объекта недвижимости была 68 тысяч евро. Сейчас она стоит уже 135. При том курсе, который сейчас сложился, это 60 рублей за 1 евро. Получается, моя недвижимость мне обошлась совсем в 3 копейки. Там 3,5-4 миллиона рублей. При том, при всем, что это двухкомнатная квартира, полностью с ремонтом, полностью мобилированная. Еще и с рассрочкой до конца строительства. Давайте сравним. И я могу ее сдать. Минимум 10% в год чистыми зарабатывать. При сдаче в аренду. Давайте сравним Барнауле. В Барнауле за 3,5 миллиона мы с вами на сегодняшний день купим однокомнатную квартиру. Не в центре, отдаленный район, без ремонта, без мебели. Ну и сдавать мы ее можем максимум 5% в год. Мы можем с нее убрать. При этом в рассрочку у нас нет возможности приобретать. Есть, но с большим удорожанием. Плюс 30%. Соответственно, это не очень интересно. Поэтому чисто экономически, инвестиционно выгоднее приобретать объект недвижимости сейчас за границей. Опять же, при сложившемся курсе это будет недолго продолжаться. Мы все это знаем. Поэтому мы ловим волну, как говорится. Чаще всего жители Алтайского края покупают недвижимость в Турции, потому что сами хотят туда переезжать, перезимовать, например. Или все-таки это скорее такая инвестиция. Есть несколько категорий граждан. Есть те, которые для того, чтобы спекулятивно просто купить, быстро продать при таком растущем спросе. Есть те, которые уходят на долгосрочную аренду, то есть покупают для того, чтобы сдавать в дальнейшем. Потому что недвижимость на море всегда востребована, всегда растущий рынок. Ну и сейчас третья категория, конечно же, я уже сказала выше, это те люди, которые переезжают туда на ПМЖ, на постоянное местное жительство. Такой активный, активный растущий рынок. Пять лет. И мы действительно всегда, это волнообразно, любой рынок, живой организм, в какой-то момент наступает и стагнация, и спад. Но мы про это говорили еще в марте месяце, что когда-то же это начнет происходить. На связи с тем, что у нас стали происходить такие события, люди просто начали еще больше диверсифицировать свои портфели, продавать объекты недвижимости в России и перекладывать их дальше в Дубай, Турцию, Кипр. На сегодняшний день бьют все рекорды. Грузия, Армения, может быть, тоже слышали, да. Мы работаем со всеми этими странами. Это сегодня мы с вами только про Турцию говорим. Опять же, порог входа низкий, да. От 3 миллионов рублей можно зайти на этот рынок. Даже еще меньше. Есть сейчас в Мерсине предложение. Вот. И спрос растет. Спрос растет, потому что у нас пока такая ситуация. Мы не видим предпосылок к снижению спроса. Конечно, все может произойти. И форс-мажорные обстоятельства, и в том числе геополитические обстоятельства. Спрогнозировать на 100%, будет ли в дальнейшем такой же колоссальный рост, конечно же, никто не будет. Но с нашими клиентами мы оговариваем план Б. А если недвижимость перестанет расти, закроет границы для россиян, еще что-то будет предпринято, мало ли что, мы всегда можем идти в арендный бизнес. Недвижимость есть недвижимость. Она у нас перестояла какое-то время, да, мы в аренду ушли, получаем спокойно свой доход. Рынок вернулся в растущий, мы дальше опять зарабатываем, да, продаем, покупаем, перекладываем активы. Вот. Я это говорю, что это не акции, не облигации, не криптовалюта, которая постоянно, которая имеет огромную волатильность. То есть, да, в недвижимости такого нет, это самый надежный актив. Опять же, идем за спросом. Если у граждан есть спрос, мы им формируем предложение. Не было бы такого спроса, то, соответственно, не было бы этого предложения, да, и сейчас бы мои коллеги, партнеры сюда, такие красотки, не приехали, да, и рассказывали о возможностях инвестиций, проживания на турецком побережье. Очень много покупают для себя, просто ездить, зимовать. Там температура не опускается ниже 15 градусов. Есть свежие овощи, фрукты, морепродукты. Поехали мамочка с детьми, зима приземевала, приехала, да, и дальше здесь с мужем. Какие еще страны интересуют жителей Алтайского края в плане покупки жилья, кроме Турции? Турция больше, тут больше, знаете, законодательно. Вот. Законодательно в Турции можно иметь недвижимость, оформленную на себя. А в Таиланде такой возможности нет. И, опять же, еще один маловажный фактор. В Таиланде не спекулятивная инвестиция, то есть там только для аренды. Для себя, для аренды. Дубай. Вот буквально 19 ноября я лечу в Дубай на неделю, также со своими застройщиками, по новым объектам, подыскивать объекты, подбирать объекты нашим клиентам. С города Барнаула спрос также высок. Есть рассрочки до 6-8 лет, низкий также порог входа. Ну, повыше, чем в Турции, но при этом рассрочки интереснее. Поэтому Дубай мы тоже активно продаем. Кипр. Кипр, северный Кипр на сегодняшний день. Грузия. В России с начала года оформили 4 миллиона загранпаспортов. Это самый высокий показатель за 4 года, сообщили ведомстве. Некоторые эксперты объясняют такой спрос на услугу, проводимость спецоперации и объявленной в сентябре частичной мобилизацией. Не так давно в соцсетях даже писали, что мужчинам призывного возраста отказывают в оформлении заграндокумента. В Барнаульском МВД нам это опровергли. Объясняют, причиной отказа могут быть неверно заполненные данные, долги больше 10 тысяч рублей, участие в судебном заседании, неистекшие судимости. Но для мужчин от 18 до 27 лет ведомство делает запрос в военкомат, не уклоняется ли человек от срочной службы. Также в МВД фиксируют рост заявлений на загранпаспорт. Но причина этому, по мнению специалистов, в том, что воспользоваться скидкой на госпошлину с января уже не получится. По итогам 10 месяцев 2021 года у нас было выдано как старого образца, так и нового образца заграничные паспорта, содержащие электронный носитель информации, порядка 14 тысяч. Если взять 10 месяцев 2022 года, получается около 18 тысяч. Как правило, документы для выезда за границу оформляют семьи, добавляют специалисты. Целью визита чаще всего заявляют в путешествии. Жители края уже могут отправлять вопросы для прямой линии губернатора Виктора Томенко. Она состоится 23 ноября. И это будет его второй разговор с жителями края в таком формате. Первый прошел год назад и продлился 2,5 часа. Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи в аккаунте краевого правительства во ВКонтакте под анонсами прямой линии в аккаунте губернатора и Алтайского центра управления регионом. Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где тоже можно задать вопрос. Номер для жителей Барнаула вы видите на своих экранах. Звонки уже принимают в будни с 10 до 17 часов. А вопросы в соцсетях можно задавать круглосуточно. Я бы лично спросила, когда закончится ***. Я бы вот об этом спросила. Я бы спросила, когда у нас на Яровом сделают хорошие дороги. Не только вот это вот центральные где-то, знаете, где много скопления машин, людей. А вот пойдешь в ту сторону, там вот я говорю, в этом старом поселке, вот эти вот дороги, они разбитые напрочь. Еще бы спросила, когда деревни, у деревнях свет будет на улице. Мы живем в деревне и у нас это прям первоочередная проблема. Дорогу нам сделали, я бы ему сказала спасибо за это. А что за деревня у вас? Алтайский край, Усть-Пристанский район, село Елбанка. Все, что сейчас происходит в стране, меня больше всего волнует. Когда это закончится? Ну что, губернатор навряд ли даст ответ. Возможно, один из вопросов будет посвящен проблеме безнадзорных собак. На этой неделе мы сделали несколько материалов на эту тему. В Славгороде люди боятся отпускать своих детей в школу даже днем и покупают им отпугивалки от животных. А в Барнауле неравнодушные сами годами решают проблему беспризорных животных, правда в формате неофициальных приютов. Раздражают этим соседей, и один из таких приютов скоро могут разогнать, если так решит суд. Насколько масштабна проблема безнадзорных животных, и что же мы все-таки можем сделать, чтобы жили спокойно и люди, и собаки? Никто не помогает, но все гавкают. Люди гавкают. Больше, чем мои собаки гавкают. Только видят хозяйку, радуются, как дети. Пенсионерка Татьяна Чигодаева уже пять лет дает кровь собакам. За свой счет кормит, стерилизует, оборудует будки и вольеры. Сердобольная женщина хоть и любит животных, но такому количеству уже сама не рада. Горожане подбрасывают хвостатых, причем регулярно. Подъезжаю, бла-бла, пакетик. Сколько там собак? Один собачек. Вон оттуда по нескольку собак бегают. Понимаете? Оттуда несколько собак бегают. Ну что ж, я виновата в этом. У меня есть внуки, племянники, правнуки. Понимаете? Я не хочу на себя брать ответственность. Десятки собак Татьяны мешают соседям. Запах испорченных продуктов и бесконечный лай вынудил людей обратиться в прокуратуру. Летом вообще антисанитарные условия, хранение, ну, пищи для собак нет. Все хранится на улице, и все гниет, мухи. Прокуратура провела проверку, нашла нарушения. Нет защитной зоны и двухметрового забора. Ведомство направило иск в суд с требованием запретить деятельность незаконного приюта и расселить животных. Первое судебное заседание уже в понедельник. А вывозить куда? Есть какие-то варианты? А да, сказали, вывозите на улицу, туда выпущу их и все. Пусть бегают потом от них. Но я-то не хочу людей подставлять. Татьяна уверена, что проиграет суд, и ей придется увозить животных. Как пришлось владелице частного приюта из соседней власихи Анни Терентьевой. С ней тоже судили соседи. Куда я их отдам? Кому? Были бы желающие, я бы с удовольствием. Ну, не берут люди собак, ну, наверное, жизнь такая у нас собачья. Желающих нашлось немного. Некоторых собак забрали, других распределили по приютам, в том числе к Татьяне Чигодаевой. Проблема беспризорных животных актуальна для всего Алтайского края. В частности, в Славгороде, где на улицах города можно встретить целые стаи собак. Большинство из них хозяева выбросили на улицу. Местные жители боятся за себя, своих детей, ведь повести себя голодной, озлобленной стаей может совершенно непредсказуемо. Очень много собак страшно за детей, за взрослых, за самих себя страшно очень, потому что бегают стаями. Никого пока еще знакомых не покусали. Бездомным животным дает кровь местные жители Евгений Гайдадым. Мужчина содержит единственный в городе приют и, по сути, тратит на содержание собак собственные деньги. Маленьких щенков он находит по всему городу и спасает. Вот наша девчонка знаменитая, которую порядка трех лет назад привязали на границе Казахстана с Россией. Это не просто бросили, а привязанную к столбу, в жару. На отлов и содержание животных власти города в этом году затратили больше миллиона рублей, отмечают в районной администрации. В этом году у нас заключено пять контрактов на отлов этих животных. Мы уже в рамках этих контрактов было отловлено 137 животных, который последний контракт – это 37 животных. 31 животное находится на содержании, пока еще в питомнике. Облегчить проблему безнадзорных животных хотя бы частично может строительство новых частных приютов, говорят зоозащитники. Часть средств любителей животных предлагают взять у муниципалитетов, у которых остаются деньги с отлова бродячих животных. Зоозащитники рассчитывают и на финансовую поддержку предпринимателей. Но даже со строительством новых приютов добавляют эксперты – проблема безнадзорных животных не сойдет на нет. Ведь по закону собаку после стерилизации и других важных манипуляций вновь отпускают на улицу. А в Сибири зимой собаки будут мерзнуть, голодать, а значит проявлять агрессию. От таких правил будут страдать и люди, и собаки. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Прямая линия Виктора Томенко будет уже в среду, 23 ноября. Если у вас есть вопрос для губернатора, обязательно его отправьте. А на этом у меня все. Телефон из редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok